Девушки отдыхают 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 Да, да, она с огромным опытом, дочка, пришла, уже знала, что к чему. И себе такая нарисовала в мыслях, да потом на компьютере тигренка, и сказала, хочу сделать вот такое. Мама сделала это, а я хочу сделать это. И пошла вот к цель своей, где-то там путешествие. Нашла, увидела вернее в Индии какого-то котика, похожего чертами на тигренка. Вот его взяла за основу, привезла к себе в Америку. Ну, в общем, и пошла работа с бенгалом. Вот что получается. Сейчас порода, конечно, еще в огромной, в огромной работе, еще много нужно всего сделать. Нужно более крепкое тело, покороче лапы, пошире, ну, конечно, это очень сложно. Это же девочка, в любом случае, мальчики, наверное, не другие, да? Да, и мальчики более кореностые, более крепче. Кошки тоже, но они развиваются позже. Вообще порода очень долго развивается, она растет лет до трех. Да, 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 но не так много. Масштабную комнату они покрепче. Здесь, конечно, не тот масштаб, но все же. До года растут очень интенсивно. Самый такой быстрый рост набирают массу и высевшие после года до двух лет. Ну, все-таки пошире больше раздаются шеи, плечи, ну, просто покрепче становятся. Ну, с двух до трех менее заметно, но, тем не менее, они еще растут. Ну, голова должна быть больше, конечно, да, я понимаю. По стандарту, ну, как бы не должны видеть настоящего тигра. Это нет, немножко все-таки это не копия должна быть, а напоминание. Это поэтому и называется порода тойгер. То есть это игрушечный тигренок. То есть это что-то, некое подобие тигренка, ну, такое более доброе, наверное, снаружи. Мордочка, ну, как в стандарте написано, от средней до большой. То есть она не маленькая должна быть, ну, и не такая вот огромная, как хочется, наверное, увидеть у настоящего тигра. Все-таки это повторяю, что это кошка все-таки домашняя. У обычной кошки, ну, наших привычных, в основном это короткие мордочки и большие уши, потому что это ночной хищник, ночной зверь, который охотится ночью, и он, естественно, должен видеть это большие глаза и уши он должен слышать. А у нас все наоборот, потому что мы его гневному хищнику приближаем. То есть маленькие глаза. И это домашней кошке очень сложно сделать. Как только голова удлиняется, сразу увеличиваются глаза. Ну, вот генетика вот так вот построена у нас. Вот мучаемся. Ну, вот у этой кошки, на самом деле, очень маленькие ушки, они круглые. Покажи ушки. Вот они закругленные, видны. Да, да, да. Очень хорошая голова. Глазки небольшие. Глазки небольшие, носик длинный. И как у них должно быть, вот, между глазами и уже, здесь уже более широкий к кончику носик. Вот кошка, экземплярчик вот этот, очень считаю, неплохой. Это кошка у меня, котенок даже. Мучший ребенок такой. Поездил уже, успел по миру. Стал в этом сезоне у нас лучший котенок мира. То есть, девочка очень неплохая, да. По скромному морю. Пузико, кстати, у Тойгеров должно быть полосатое. Здесь не должно быть ремня на спине. То есть, вот такое. То есть, тоже полоски, да? Да, да, да. Белое должно быть пузо, но это у единиц практически высветлено. Да, высветлено должно быть пузик. Ну, у нас вот прекрасная пуза у вас. Ой, зачемненная немножко. Тоже у животных с белым, с высветленным животом, что очень сложно добиться контраста. То есть, высветленность и черные полосы, это тоже очень приносовместимо. Как правило, после полутора лет рисунок смывается. То есть, это просто рыжая такая. В помете сколько? В помете по-разному. Два, четыре, шесть уже хорошо. Я так понимаю, с учетом того, что у нас их не так и много. Я-то вот оттуда, из-за рубежа, в основном, в районе, насколько я знаю. Да, да. Изначально привезены были вот в России в восьмом году. Я привезла с другим питомником. Были привезены две кошки и кот. Вот оттуда и началась работа. Потом, вот последние уже несколько лет, я работаю лично, работаю с Германией. Много оттуда котов, кошек уже привезли. Ну, тоже какие-то вот добавления оттуда идут. Вот белопузость оттуда взяли. То есть, это все вносится, вносится. Вот так же, как вот этот рисунок, цвет вернее. А какой порядок цен накачат? Где-то в 60-70, ну, на более-менее котенка. Чем лучше, тем дороже. Ну, и бывает дешевле, если какие-то недочеты. Там рисунок слишком рваный или мордочка совсем простой кошки. Ну, какие-то такие вот минусы породные. Серьезные заочки мне продают просто так вот любому желающему. То есть, все дорожат своей работой. И поэтому вот кто-то захотел, а я спрашиваю, а у тебя есть репутация? А какая должна быть репутация? Ну, либо вы занимались другой породой. Насколько серьезно? Нет, то есть не занимались, а вот просто вот, как бы, кошек имеют. Уже не подходим, да? Ну, по большому счету, да. Понятно. А за 100 тысяч? Нет, это слишком чешло. По большому счету, за 4 питомника сколько мы продали в разведении той горы? Не продали, поменялись. Поменялись только другими питомниками. То есть, не было таких случаев. Да, не было вообще таких случаев пока, за сколько, за 8-го года мы работали, да, чтобы мы продавали кому-то. Да, только обмен. Я вам сказала, что это вообще без шансов. Да. Но обмен, по всей видимости, все-таки не родственной линией, да? Нет, конечно. А как раз же кровь-то нужно свежую? Конечно, конечно, конечно. И какие-то данные тоже. Вот мне нужно было белый животик. Я с Германией связалась, говорю, мне нужен белый животик. Она говорит, а мне нужны вот твои мордочки. Говорю, меняемся, у меня есть мордочка. Она говорит, у меня есть белый животик. Вот она мне кота, я и кошка. То есть, вот с таким бокалом мы работаем. Вообще в разведении вот сейчас тоже, ну, не по обмену не получается, мне нужно будет покупать кота. Но он будет стоить тысяч пять евро. Без евро, наверное. Без евро. Плюс дорога. Ну, дорога. И через границу, это немыслимые деньги, это только один код. Насколько мне его хватит, там, ну, на год, я думаю, хорошо, если хватит. То есть это безумно еще и дорого. А гарантии, конечно, будет вязать и что что-то получишь. Это мы знаем. Вы все это знаете. Конечно, конечно. Тем более, когда покупаешь кота за границей, совершенно нет никаких. И болезней, и что там только. Ну, в Тоггерах все очень тесно. Здесь подстав бывает очень-очень мало. То есть все стараются, ну, как-то, да. Чтобы не было конфликтов, потому что знают прекрасно, нас мало, и нам надо сопровождать всех. Показывай снежную. Вот такой вот ребенок у меня случился в июне прошлого года. В принципе, было ожидаемо. Потому что там и за мамой шли снега из далеких клетков бенгалов, и за папой. Поэтому ждали, так скажем, котелка с проконимым сердцем. Очень хотелось, но не надеялись. Когда я увидела девочку, я в нее вцепилась и сказала, что я ее никому не отдам. Поскольку снежная, полосатая, мне в ней все нравится. Конечно, хотелось бы подлиннее мордочку. Вот такую нам мордочку дайте, пожалуйста. Вот подождите, все в ваших руках. Тем не менее, мне нравится в этой девочке, что у нее достаточно тоже небольшие ушки. Вот, полосы у нас есть. Переходящие на пузико тоже. Вот у нас пузико. Глазки достаточно небольшие от дедушки нам достались. Вот, поэтому девочка остается, естественно, в работе питомника. И будем очень надеяться получать. Да, будем приделывать голову. Мы уже со Светой обсуждали этот момент, что надо пластического хирурга, который нам будет менять местами нужные детали. Когда я увидела на выставке живого снежного бенгала, я поняла, что я пропала. Вот, после этого у меня появилась бенгальская девочка снежная. И когда уже стала заниматься той игрой, вот появилась такая мысль, что хочется белого тигра. Ну, вы, наверное, как-то вот где-то там вот вас звали? Ну, наверное, да. Наверное, я чем-то все-таки заслужила. Кошачьим подарком. Такой подарок, да. Потому что я говорю, ну, на самом деле, очень хотелось, но не ждала. Потому что нужно ждать чудо. Ну, только ходят у нас сейчас с выставкой, пытаемся признать. Но для признания очень много нужно трудов, денег, времени и других желающих. Нужно, да, чтобы еще было много желающих, потому что одной кошки на выставках для признания очень мало. Надо, чтобы другие зарочек тоже получали. То есть, у нас была группа трудящихся, да? Да, да. Причем, помимо, и больше, намного больше. Сложные очень правила, там, ну, не помню точную цифру, там, что должно быть зарегистрировано, что 20 или 30. Животных показан на выставке такое же количество. И, в общем, это очень долго и непросто. Во-первых, да, во-первых, они не часто рождаются. Во-вторых, ну, как-то вот не было принято их показать. В основном все классиками занимаются. Да, все занимаются классиками. Классика очень эффектная. Очень эффектная, поэтому и классика. Породы действительно очень интересные, они не агрессивные. Я часто тоже слышу вопрос вот именно об агрессии. Звонят, спрашивают, как насчет, вот, будет кидаться или нет. Потому что у тебя складывается впечатление, что там есть уже горня настоящего тигра. Очень многие думают, что там есть тигр. Поэтому и спрашивают об агрессии. Ее это не важно, тигра тут нет. Называют периодический тигер, все забывают, что основное слово все-таки той, игрушка. И только потом она уже в тигер идет. Поэтому она тойгер, не тайгер. И, соответственно, стараемся вот именно такой игрушечный характер. Чтобы они шли на ручки с удовольствием, чтобы они обращались. Ну, в общем-то, характеры у них такие активные, игручие. Хорошие, энергичные кошки. Да, энергичные, общительные, но они не надоедливые. Не надоедливые. Нет, они в меру самодостаточные. То есть, если хозяин чем-то занят, они не будут там надоедать, погладь, погладь, ходить, петь. Вот. Если они принесли хозяину игрушку, и хозяин изъявляет желание поиграть, то они всегда за радость, даже если они спали, лежали. Они вот такие должны быть добряшечки, хорошие такие деточки. Всю жизнь. Независимо от кошки, не от воспитания. То есть, это генетика. Я слышала, что тигер более ласковый, чем бенгалы. Больше к человеку привлекает какую-то нежность. Это так? Когда они взрослеют, уже начинается своя какая-то черта в характере. Кто-то становится сам по себе, я не дотрогаю, я приду к тебе. В основном, чаще всего, так оно и бывает, я приду, когда я захочу. Очень редко, когда они будут терпеть, когда он играет, ты берешь навыки, хочешь взять. Нет, он уйдет. Это кошка. Так в основном, мне кажется. Да, в основном так и есть. Просто кто-то быстрее уходит, да, более злостно уходит с когтями. А кто-то вот, ну, отпусти чуть-чуть, и я уйду. Вот, ну, как-то. И это значит отпустить. Да, да, да. Лебенок сможет. Лебенок очень активный, бенгаленыш, как у меня муж говорит. Да, вот. И если он перегибает палку, ну, где-то там схватил не так, еще что-то. Я, конечно, слежу за этим, но ни разу ни одна кошка не укусила, не ободрала. Они встанут, уйдут. Никто никогда не кинется, не оцарапает. Ну, опять же, это ваша работа в том числе. Да, да, да. То есть это же не просто так. Конечно. То есть основа воспитания. Вот когда мне тоже звонят, говорят, что он умеет, что он будет делать, что не будет. Я говорю, мы, заводчики, даем азы воспитания. То есть туалет, когтиточка и такое основное нельзя. А дальше, дальше уже каждый хозяин воспитывает под себя. То есть кто-то хочет, чтобы кошка с ним лежала в кровати. Либо воспитывает, либо, извините, распускает. Либо распускает, да, это тоже. Кому-то нравится, что кошка спит в кровати с ним. Кому-то не нравится. Тут уже сами разбираетесь. Опять же, на стол. Кто-то допускает в процессе еды, даже обедают, ужинают, кошки ходят. Кто-то вообще категорически против этого. В любом случае, любая кошка, это индивидуальность. Попадая к вам в дом, она так или иначе начинает вас под себя прогибать. Это как бы иди. Это да. Что можно, что нельзя с вами. Там было нельзя с вами, может, пройдет. Потому что кошка, да, это кошка. Гуляет сама по себе и где захочет. Это не собака.